Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию стример для ловли окуня. Как вы видите, они бывают вот такого типа, чуть побольше, вот такие, даже вот такие, или же можно ловить приспокойненько на вот такую нимфу. Есть упрощенный вариант, выполненный из шерсти альпака, вот такой. Мы с вами изготовим тоже упрощенный вариант, но с использованием меха-писца. Для начала я беру крючок восьмой номер слегка удлиненным цевьем, для того, чтобы можно было нам изготовить тело. Подготовим колечко. для изготовления нам понадобится совсем немножко материалов. Это или же вот такой мех персиковый, или розово, не поймешь, морковного цвета. Если есть у вас, я просто показываю вам качество меха, которое должно присутствовать при изготовлении. Он должен быть очень-очень-очень подвижным. От этого зависит практически успех всей рыбалки. Я немножечко промажу клеем и выполним хорошую огрузку. Огрузили свинцом. Промазал немножечко я клеем. Креплю нить где-то 6 или 8 ноль. Ровница. Слегка подровняем тело. Сильно не усердствуем, потому что оно все равно все будет закрыто у нас. И теперь в качестве хвостика я возьму совсем небольшую щепоточку вот этого персикового меха песца. Если по какой-либо причине у вас нет, но есть допустим перо марабу, можете использовать перо марабу или же пуховые перья индюка. Если нет этого, можно использовать с не меньшим успехом мех кролика. Вот здесь можете подбирать себе какой вы захотите цвет. Подкрасить мех кролика можно будет в любой момент фломастером, как вы захотите, спиртовым. подготовили наш пучочек. Хвостик должен быть несколько чуть-чуть длиннее всего цевья. Слишком длинный нам не нужен, потому что мы делаем чисто для окуня, чтобы не было пустых поклевок. он и так себя очень стабильно ведет. Добавим немножечко клея на место крепления. Обхватываем вот так мехом цевьё крючка и притяжной петлёй подхватываем весь мех. Подхватили, подровняли. Вот вышла у нас вот такая симпатичная кисточка. Очень даже напоминает, если слегка вот так намочить, это тоже как перо марабу. Вот его вполне нам достаточно. Прихватили, примотали, закрепили материал. Отлично! Я взял совсем немножечко одну полосочку голографического плоского люрекса и сколько будет позволять нам длина этой полосочки, мы уложим его к хвостику. Желательно здесь использовать только плоский люрекс. Вот столько приблизительно будет достаточно. Как обычно, я беру обыкновенный клей, и чтобы мне это все не мешало в дальнейшем изготовлении, я беру вот так все это смазывая клеем. При первом попадании в воду у нас он вымывается за считанные секунды. теперь для изготовления тела нам необходимо с вами изготовить даббинговую петлю. Моя нить позволяет, если по каким-либо причинам у вас допустим нитка тоньше, можно закрепить любую другую нить, которой вы будете изготавливать даббинговую петлю. Уводим нить в колечку, даже можно спокойно ее нам закрепить и отрезать. в качестве тела я буду использовать остатки вот такие меха песца белого с брюшка. Давайте подготовим сперва небольшие стопочки по меху и потом приступим. у дай дай по дай т п милли не до 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...